Накануне дорожный трафик в столице республики встал. На большинстве улиц образовались автомобильные пробки. Одной из причин этого послужили ремонтные работы. На каком этапе сейчас находится реконструкция полотна, расскажет Виталий Абрамов. В нашу горячую линию НВК продолжают поступать сообщения якутян. И вот накануне пришло сообщение от обеспокоенного горожанина по поводу пробок. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, узнать, когда наконец-то откроют перекрытие дороги? А то ежедневные пробки порядком поднадоили. А улицы у нас, как все мы знаем, перекрыты из-за ремонта дорожной сети столицы. Всего за этот сезон в Якутске должно быть реконструировано 12 участков общей протяженностью около 7 километров. Сегодня из-за пасмурной погоды работы по асфальтированию были приостановлены. Велись демонтажные работы. Вот работаем там, это бордюр, вот налево. Это завтра направо, вот сюда. Дорожники просят горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным ограничениям движения, так как все делается для нашего блага. На сегодняшний день перекрыты улицы Кулаковского от проспекта Ленина до Чернышевского. Срок перекрытия до 16 июля. Мы должны завершить к этому моменту полностью работы. И Чернышевского-Хабарова у нас закрыто от Оржакова до улицы Ярославского. Срок закрытия до 19 июня этого года. Так что осталось потерпеть буквально еще две недели. А вечерние коллапсы у нас образуются из-за совокупности перекрытых дорог, так как параллельно ведутся работы еще и по замене газовых магистралей, в частности улица Черяева. Ну на этом участке мы должны закончить 15 июня, а так по этому маршруту мы должны пройти до перекрестка с Петра Алексеева, что по плану 25 июля. Трубы меняют из-за истечения срока их службы, так как это первая магистраль в Якутске, уложенная еще в 68-м году. Так что придется запастись терпением. А теперь из хорошего. Когда осенью завершатся все работы, у нас будут два расширенных участка на улице Кальвица и в объездном шоссе. Также появится кольцевая развязка вместо неудобного перекрестка улиц Пирогова, Жарницкого, Кальвица и Стадухина. Виталий Абрамов, Владимир Попов, НКСХ, Якутск. Продолжение следует...